Девушки отдыхают Если он выйдет на поляну, сообщите в рацию За старшую Антея рация будет у нее Вопросы? А если его найдут другие? Может быть поиски прекратятся? Если мальчика найдут другие, с вами свяжутся и заберут Все, я поехал Управление направо Вольно Комендант на связи Прием Задание выполнено Группа расставлена по точкам Задачу объяснил, действуем по планам Занимайся и держи меня в курсе Конец связи Плохо, когда девчонки становятся пацанами Плохо, когда пацаны становятся девчонками и ноют, как бабы Ты куда? По очень важному делу Хочешь со мной А ты че стоишь? Что говорить? Это нет своего мнения? Я просто не люблю споры Зачем они? Ты окамеба, мягкий и бесхарактерный Что-то мне кажется, нифига не глубоко Санечка Саша Тихо, тихо, тихо Че такое? Тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, 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 тихо А? Кто это? А ну, стоять! Тихо! Бежим отсюда! Как же Аня? Сама справится. Она про то, какая она подготовлена, только и трынзила. Она же девочка. Как она с этими кабанами справится? Ты же спортсмен, рукопашник. Ладно, пока этот нас ищет, может, он один с ней. Отпусти ее! Отпусти ее! Как-то… Она что-то пробует... А? А, блин, у меня есть пусто. А, блин, у меня есть? А, блин. А... Каким нафиг образом? Придумайте хоть что-нибудь! Может, вот так вот попробуем? Куда собрался? Дурацкий вариант, мы с ними не справимся. Вы кто такие? Куда вы нас привезли? Вы хоть знаете, кто мой отец? Ну что, куда их? Давай в комнату, а потом решим, что с ними делать. Кто это был? Что им от нас нужно? Ты мозг-то хоть включи, это бандиты! Что вы сидите? Придумайте что-нибудь, сделайте! Я не знаю, я могу сказать, что у меня батя богатый, он за меня заплатит. А нам что делать? Твой папа тоже за тебя заплатит? Да может, они нас отпустят? Может, ничего плохого они сделали? Ну конечно, жди. Что делать-то будем с этой шкалотой? Отпускать нельзя. Они наши рожи видели. Ничего. Ну, в общем, мы свидетели, а свидетели долго не живут. Ну, придумайте что-нибудь, вы же мужики. Ну, нужно в лес попасть, а потом уже думать. Чего ты все время умничаешь? Мы из-за тебя сюда попали, идиота кусок. Чего-то они там засуетили. Не тупи, режь быстрее. Режь давай. Пойду хоть водички дам попить. Давай. Чего ж колота? Да. Жажда не мучить? Куда собрались, колота? Ну-ка, быстро. Пойду. Ты че, а? Куда тебя нагрепишь, куда идешь, а мне туда? На. Быстрее. Стоять, застрелю. Все равно стрелять не будешь. Уверен? Меня папа научил. Уверен. Мальчики, быстро в машину. Держи их на мушке. Ну, че там? Она не заводится. Пробуй, пробуй. Пробую, я. А папа-то тебя не научил, что? Ключики нужны, чтобы запускать машину, а? Помогите! Кто стрелял? Иди отсюда, дед. Ты кто такой? Это наши дети. Они врут. Они нас похитили. Отец, съезжай. Не твое это дело. Сейчас разберемся, че это дело. Отпустили бы вы детей-то. Че твое с оружием-то? Ну, потому что совсем некрасиво. Да, мы можем и без оружия. Хорошая идея. Я... Тот же карабин поставлю. Тот же карабин поставлю. Бег сюда, корону-то. Маловато на тебе. А вы че попрятались, давайте в мою машину. Живучий. Все в сборе. Ну, тогда поехали. Здравствуйте, вы можете, пожалуйста, в полицию позвонить? Вот это не могу. Телефон разряжен. Они просто труп потаскали. Труп? Да ладно. Настоящий? Да. Зовут-то вас как? Я Андрей. Я Игорь. Аня. Мы с лагерем. Лагерем? Какого лагеря? Грандитинец. Это же 30 километров отсюда. Как вас сюда занесло? Нас похитили, мы ехали в багажнике. Надо к отцу моему ехать быстрее. Он вам денег заплатит. Давай сначала к людям выйдем. Блин, сцепление. Черт его подрал. Что-то машина начинает. Черт такой. Блин, ну вот. Сглазил. Черт. Подожди, подожди. Сейчас, секундочку. Все, ребят. А вот это уже серьезно. Дальше пешком через дед. Дальше пешком через дед. Та метра десять. Не переживайте. Недалеко. А рюкзаки? Погнали. Играет музыка. Дико танцевала лилет и фонтан. Милая на вид, но ведь и скандал. Зажигается во мне искрка. Нет времена горевать, горевать. Нет времена ожидать, да рыдать. Мне бы помочь, и там танцит лайт. А сосветит мунлайт. Ночь мне так хорошо. Дико унесло. И мы в унисон. Будем песнями район. Нам так мало лет. А мы на нуле. Но мы это лето так запомнили в момент. А давай погодим. Погодим обо всём. Под малиновый звон. Мы танцуем вдвоём. Так давай погодим. Погодим обо всём. Это лето моё. Это лето моё. Новая у них какая-то странная. И так, и так ничего не получается. Ну не знаю. Для меня всё остаётся по-старому. Ну, слушай, Фара. А может мне переговорить за тебя? Я знаю, кому занести. А то, что ты всё сам ходишь, пороги обиваешь. А тут встретишься с ней, своешь ресторан. Может мне ещё с ней роман закрутить? Да, она сама. Если надо, с кем хочешь закрутить. Но, если надо для дела, можем с ней и вместе закрутить. Давай, Андрюха! Это стало уже фалить. Пойдём тогда в шахматы поиграем. Ладно, продолжаем. Аккуратнее, ребят. Ты достал. Ты можешь нормально играть. Ты что опять-то? Мы пойдём в шашки, в домино поиграем. Там ты точно не пострадаешь. Зато ты пострадаешь. Там думать надо. А это не твоё. Да, вечно тебе помогать надо. Какой-то Игорёх у тебя хлипкий. Чуть толкнули, сразу сопли. Да это всё женское воспитание. Мне некогда. Мамки, няньки. Одна тёща чувствует. Плохо. Мы с тобой не вечные. Кому активы-то передавать будем? А? Да, вот тут я с тобой согласен. Самого бесит. Времени, чёрт, нет. Момент, походу, упущен. Раньше надо было за него браться. Его как воспитывали-то? Пусти, пусти, всё вот это. А тебе что, рот в подъём? Нет, в моей семье этого не поймут. Ну, давай, Силь, давай, давай. Вот. Ну, может же, наверное. Вильяка. Вильяка. Как до настоящего вояки замариновано. Познакомьтесь. Это мой друг. Друг детства. Фара. Рад увидеть человека, который так долго терпит уважаемого Максима Анатольевича. Рыжов? Да. Олег Николаевич. Можно просто Олег. Приятно, Фара. Олег, ну как там наши границы? Расселяются. Отлично. Это секретная информация. Всё, садитесь. Налетайте пока горячее. Да. Я смотрю, не зря прошёл год тренировок, по моей рекомендации. Просрок выполнен на пять. Так, теперь, зачем я приехал? Я подготовил документы о том, что вы не имеете претензий на методику воспитания в лагере. И то, о чём мы говорили по телефону, это всё должно остаться конфиденциально. Да, мы просим прощения. Нас ожидает секретный мужской разговор. Пройдёмте. Я не пойму, ты что в армию, что ли, собрался? Дело в том, что у господина Рыжова имеется секретный лагерь для подростков, где он применяет нестандартные методы перевоспитания молодёжи. Родители абсолютно не знают местонахождение лагеря, потому что комитет по умоложенной политике и прочая ничтость против подобных методов воспитания. Зато все родители, которые отдавали своих детей Олегу Николаевичу, ставят ему самую высокую оценку и отмечают полное перевоплощение своих отроков. Я так понимаю, это незаконно? Абсолютно законно. Это такой же лагерь, как был у нас с тобой в детстве, только и пионерский. Он состоит из квестов. И наиболее интересная тематика в этом году для наших подростков это спецназ. А где спецназ и где квесты? Ну, мы берём методику тренировки спецназа и делаем из этого квеста. А. Первый день ориентирования. Второй день надо обнаружить и уничтожить противника. И третий день, это нужно найти оружие, собрать оружие и уничтожить мишень. А самая эта изюминка в том, что наши с тобой чады окажутся в незнакомой для себя обстановке, абсолютно без телефонов, без связей. И они, наконец, увидят жизнь, познакомятся с настоящими ребятами, часто трудными подростками из детдома. И, возможно, начнут ценить своих родителей. Трудные подростки? Слушай, тебе не жалко своего чада-то в пекло кидать? Ну, мой хотя бы подготовленный, он спортсмен, в отличие от твоего. Ну, не факт, что и твой продержится, но по практике все дети доходят до конца. Подожди, я что-то не пойму. Счет и решил, что мой не выдержит. Нет, он у меня, конечно, не спортсмен, но стержень-то от отца остался. Вы еще поспорите. Ну, давай поспорим. Разбейте. Я. И на что такие горячие мужчины споры ведут? Дорогая, ничего интересного, просто мужской разговор. Не хотел я расстраиваться. Ну что, прям настоящий спецназ? Ну, не совсем без фанатизма, конечно. Да, все-таки дети. В дальние загнобить не будем, но родину любить точно научим. Знаешь, какая в нашей стране сейчас главная идея? Патриотизм. Так что я решил, я своего Андрея отправляю. У меня эта участие в патриотических организациях зачтется. Так, джентльмены, решайте. Смена началась, но местечко мы найдем. Так что звоните. Хорошо. Какой к черту спецназ? Что там с ним делать будут, а? Салдафоны выращивать? И ты вообще как себе это представляешь? Три недели без родителей, без няни и без правильного питания. И без бабушки. Ну, другие-то как-то ездят. Да пускай другие хоть с десятого этажа прыгают. А мой не поедет. На, миленький мой. Ничего не бойся. С бабушкой, с мамой поедешь на море. Вы ему скоро юбку сошьете. Совсем уже испортили мне парня. Ну, какой из него мужик вырастет? Я вообще удивляюсь, как вы его еще крестиком не научили вышивать. И научим. Нам эти мужицкие заботы не нужны. Твой дедушка на войну не ходил и в армии не служил. Ну, ничего. Всю жизнь на скрипке играл. Да вы поймите, что мне уже перед людьми стыдно. Ну, вон, посмотрите, Андрюха Логинов, сын, что нашего, как, ну, как котенка, во все обыграл. Не смей. Не смей понижать его самооценку. Идите вы к черту с вашей самооценкой, а? Ну, в самом деле. Вот приходят ко мне устраиваться на работу такие с самооценкой. Ни хрена делать не могут. У них, видите, только самооценка. Ничего за душой. Ни совести, ни знаний, ни дисциплины. Ничего. Самооценка у нас. Я сказал, поедет в лагерь, и все. И потом, ну, ничего там страшного нет. Море, солнце, воздух. Все полезно для здоровья. А то, что там дисциплина и строгий распорядок дня, так это только на позже, по-моему, а? Нечего ему болтаться без дела и постоянно в интернете сидеть. Ты сам-то хочешь поехать? Ну, вот другое дело. Да не волнуйся ты. Андрюха Логин тоже поедет. Вместе веселее будет. Так ты это из-за Логинова все затеял, да? Все пытаешься ему соответствовать. Все, молчу. А я молчать не буду. Ох, Господи. А я тебе с самого начала говорила. Его надо было держать в ежовых рукавицах. Ой, мам. Не зря подпорили. Нужно своего точно отправить туда пообтесаться. Да ладно, ничего ты переживаешь. Ну, не на фронт же отправляешь, не на войну. Лагерь. А мы с тобой два года как служили. Ну, нам это в жизни. Ой, как пригодилось в бизнесе, а? Армейская-то закалка, выбравка. Ну, а тут чего ты боишься? Ой, без мамы будет, без папы, без няни. Да я боюсь ты не за него. За себя. Игорень, иди сюда. Ну, чего? Все, поедем в лагерь? Пап, да я не хочу. Я не помню, ты что, заднюю, что ли, включил? Я сказал, в лагерь, значит, в лагерь. Все. Родина, как символ, гордости. Расти ты в радости. Красивая и сильная страна. Ты поневоле понял, что пока поле не воин. Только после каждого боя свод ты героем. Будешь по полю достоин. И теле медали на теле, видали, что деда носили в прыгер молодым. По знамени Пали, пока воевали. Это наши герои войны. Война. Окружают со всех сторон, подступают враги границам. Призывает колокольный звон на защиту родной столицы. Кто славится щедрой душою? Кто обладает силой большою? Кто все довел до победного марша? Это наша. Товарищ командир, идут. Эти. Эти. Ножки, конечно, тощие. И прически у них какие-то пи... Тихо, тихо, тихо. Вещи курсантов к досмотру. Выкладываем на стол. Курсанты, бегом! Товарищ мама, справимся без вас. Печенюшки не трогать. Командирские. Форма наименее вероятного нам союзника. Не пригодится. Сдать на склад? Так точно. Все это вы получите после окончания лагеря. Оно же испортится. Не испортится, а выдержится. Долбаящик. Сдать на склад? Так точно. Хочу выяснить некоторые детали прямо сейчас. Ценность имеют только личные качества. Слова «деньги» по блату, элитный, не имеют привычного вам значения желаемого результата. Прошу выяснить это и запомнить прямо сейчас. Лагерь — это не курорт. Хотя у нас тут тоже полный ойл-клюзив. Ол-клюзив. То есть все включено. Правильно. Но иногда все выключено. Ну что ж, можно представиться. Лейтенант в отставке, командир второго отряда, позывной Гоген. Собираем вещи на выход. Ну, хватит тянуть резину в долгий ящик. Прощаемся и на выход. Ну, вы уж там помягче с тебя, пожалуйста. Да, не сомневайтесь. Андрюш, сыночка, не стей. Все. Горячка. Проводи. Так точно. Значит так. Пойдемте поговорим. У нас в лагере нет детей или вожатых. У нас есть курсанты и командиры. Так что сопли вам подтирать будет некому. Тут уж извините. В нашем лексиконе нет таких слов. Хочу, не хочу, буду, не буду, нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. У нас есть приказы, на которые мы реагируем. Есть, так точно, никак нет. Ясно? Ясно. Так точно. Помаду сотри, не твой цвет. Красавцы. Ну, вот, учитесь. Красавцы. Это спортивная площадка. Посещение ее приветствуется не только во время занятий. После команды отбой наступает темное время суток. Я и мой зам должны в любое время знать, где вы. Ясно? Так точно. За мной. Отряд равней налево. Вольно? Вольно. Красавцы. Хорошая новость. После получения формы, телефоны у курсантов изымаются. Так что ставьте лайки на месяц вперед. Подождите. Мне мама с бабушкой с ума сойдут. Аппарат будет выдаваться на час каждую неделю. Если случится какая-то серьезная проблема, мы сами свяжемся с вашими родителями. За мной. Это столовая. Красавцы. Посещение только по расписанию в команде отряда. Ты дурак. Это наш клуб, где проходят всевозможные мероприятия. Да уж, нофталином попахивают. За мной, быстро! Я Боба, а это тело пацанек. Я Андрей, а это же я Игорь. И как? Получается? Как видишь, не очень. Криво пришил. Заставить переделать. А у тебя что? Кому надо, тут пусть и пришивает. Я не швия. Куда прешь? Я отпускаю коврик. Молчи, мужчины недоделаны. Меня зовут Аня, я позывной НТ. Вам повезло, я ваш командир. Игорь? Или мне тоже надо придумывать какой-то позывной? Позывной нужно заслужить. Сначала посмотрим на тебя, потом решим. Ты наш командир? Вот это прикол. У тебя уже есть позывной. Прикол. Показывайте форму через пять минут обед. Вот. Офигеть, как криво. Ты что, первый раз иглу в руках держишь? Это еще что? Это вообще отказаться шить. Говорите, ему нужен раб, который все будет за него делать. Даже так? Ладно. Приступить к приему пищи. Когда уйдет снашина. Как это есть? Да с удовольствием. И прожелывая. А ты не хочешь? У меня собак дома лучше кормят. И ты не будешь. Да, вроде неплохо. Просто дома такой еды не было. Нет, я это есть точно не буду. Отлично. А я буду. И не думаю, что тебе продашь что-то дорогое. Васиченко не ест. А прикол молодец, все умел. Я цени прикол. Меня зовут Андрей Логинов. И ваши клички обезьяне мне не нужны. Казел. Сегодня мы должны будем научиться правильно и красиво застилать кровать. Хорошо. Так. Все наши неприятности от того, что верхняя пуговица расстегнута. Курсант, приведи себя в порядок. Занятие по общей физической подготовке. Начнем с простого. Разминочный бег на пять километров, потом переходим к снаряду. Направо. За мной бегом. Марш. Что спьем? Стоя на ходу. Красавцы. Давай, 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 давай. Ну. Ну. Бежим, не останавливаемся. Давай, давай. Ну, неплохо. Сразу видно, спортом занимался. Ну, что ж, осталось проявить себя на финальных квестах. Что за финальный квест? Экзамен через две недели. Типа краповых беретов. Все квесты объединены в один. И какой приз? Приз, приз, почет и уважение. Победитель получает вымпел. Вымпел, почет и уважение. Мне это совсем не нужно. Ну и гонору в тебе. Откормила тебя мамка на сосисках и сметане. Воня, не прошло? А он же только намутил. Спортсмена годишь ты? Как нога. Нормально. Упор лежа принять. Отжимаемся под мой счет. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Полтора. Сами отжимайтесь. Ты что там? Все, сдулся? Да я не могу. А я могу, но не хочу. Еще день-два потерплю. Позвоню родителям и еду отсюда. Три с половиной. Если хочешь, давай со мной. Три с четвертью. Четыре. Пять. Пять петелечкой. Пять на тоненького. Шесть. Дальше я не помню. Так, ребят, я пошла готовиться к завтрашнему квесту. Долго не засиживайтесь, хорошо? Держи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В нашем отделении появились новые два овоща. Позывной прикол Игорь. Войти из строя. Кругом. В нашем отделении должно быть все идеально. Перевоспитайте. Так точно. Встаньте в строй. Быстрее положите. Давай, давай, давай. Я не девочка, шить не умею. Чего ты, как мальчик, умеешь это делать? Что ты, как мальчик, умеешь это делать? Хорошо, неem. Да, я не symmчик. Погадим обо всем. Под малиновый слон мы танцуем вдвоем. Так давай, погадим, погадим обо всем. Это лето мое, это лето мое. А давай, погадим, погадим обо всем. Под малиновый слон мы танцуем вдвоем. Тогда мы погодим, погодим, а по всему, это лето мое, это лето мое. Кого-то не хватает. Приколы. Так. Бойцы, как мы можем идти дальше, если потеряли курсанта? Не курсанта, а у преборжуя. Ему никто не захотел помогать. Я знаю. Я помогу. Давай. На базе поговорим. Готовьтесь, буду раздавать ремня. Ах, это вы. Давай. Иди ты. Давай. Скажу вам пару слов перед сном, для размышления. В последнее время в нашем отряде сложилась напряженная обстановка. Один из курсантов возомнил себя принцем. Принцессой. Молчать. Отставить. Смирно. Скажу вам правду про взрослую жизнь. И про армию. Рядом с вами почти всегда будет человек, который вам не нравится. Который ведет себя не так, как вам бы хотелось. А может быть, вы для кого-то будете этим человеком. Но кто знает, может быть, именно он придет к вам на помощь в трудную минуту. Если вам дан приказ, вы должны довести его до конца. В полном составе. А потом будете пакостить и вредничать. Мне стыдно за вас. Я скажу вам сейчас горькие для меня слова. Вы сегодня не красавцы. Отряд, упор лёжа принять? Строй, стоять! Ну-ка успокоились! Что случилось? Он меня специально толкнул. Зашлись. Я случайно. И это ты, как мугрей курица, сунулся мне под ноги. Ты специально. Он мне за вчера мстит. Ты можешь доказать? Ты этого не видел. Этого никто не видел. Все ясно. В строй встали. Совсем уже опустить решили. Ну ничего, я им ещё покажу. Несмотря на то, что появились более современные модели автомата Калашникова, самыми популярными и распространёнными, самыми надёжными остаются АК-47 и АК-74. Красавчик. Логинов, а тебе скучно? Я просто не поймаю, зачем мне это? Ну как, военная подготовка нужна всем. Тем более настоящим мужчинам. Да, Васильченко? Вдруг война или какое-то другое мероприятие? Ну я не все. А если война, то армия будет воевать, а не я. В Великую Отечественную воевала не только армия. Воевал весь народ. Только так и победили. Ну если что, мы улетим просто. Не зря же у меня папа вид на жительство в Италии оформляет. А если Италия нападёт на Россию? Что уж там Италия. Вы её точно победите. То есть мы будем воевать? А ты на пляже греться? Нет, я конечно понимаю, нас здесь учат дружбе и взаимопомощи. Но для меня прикол больше не существует. Для меня тоже. Для меня тем более. Логинов, я не могу тебе приказать изменить своё мировоззрение. Но также я не могу приказать остальным относиться к тебе иначе, чем ты этого заслуживаешь. Пошёл вон отсюда. Продолжим. Прикол к директору пошёл. Стучать наверно. Что сразу стучать-то? Здравствуйте. Можно поговорить? Ну давай рассказывай, что за проблемы. Да я не рассказывать пришёл. Мне бы телефон позвонить отцу. Я хочу уехать, мне тут не нравится. Что конкретно тебя не устраивает? Да мне здесь всё не устраивает, мне всё не нравится. Эти тупые маршировки, тренировки, картошку чистить заставляют. У меня другая жизнь, совсем другая. Насколько я знаю, твоего отец с лажеварами очень гордится этим. Может быть тебе понравится? Нет, мне понравится. Телефон-то дойдите, позвоните. Если у тебя проблемы с ребятами, я могу перевести тебя в другой отряд. Зачем? Везде всё равно одно и то же. Да. Спасибо. Алло, бать, привет. Можешь приехать и забрать меня отсюда? Что случилось-то? Тебя там кто обижает, что ли? Чего ты нюнит распустил? Не хочу объяснять. Просто прийти и забери меня отсюда. Так, а там кто-нибудь есть рядом из старших? Позови к телефону. Мы с тут просим. Полкань Игорыжова, слушаю. Олег Николаевич, дорогой, это я. Да, слушай, выгоним его, мальца, из помещения. Не хочу, чтобы он слушал наш разговор. За дырю подожди. Опять он? Что-то он явно затеял. Надо парням высказать. Он вышел, слушаю тебя. Спасибо. Олег Николаевич, продержи его у себя в лагере ещё дня два-три, а? Угу. Ну не могу же я Васильченко проиграть. Дай мне два дня. Ну, я твой должник. Спасибо. Логина! Тебе отец заберёт через два дня. Сегодня-завтра он не может. Понял, хорошо. Говорят, ты новые воспитательные модели отрабатываешь? Поощряешь бойкот в отношении Логинова? Ничего я не поощряю. Дети сами её выбирают. Я не могу их заставить любить или дружить с Логиновым. Гена, коллективная травля не является лучшим воспитательным методом. Да он сам ведёт себя по-свински. Типичный мажор. Все вокруг быдлы. Ставит себя над коллективом. Сопротивляется дисциплине. Короче, адские боли в области человека и личности. Гена, ты себя вспомни. Другие дети что, идеальные? Отнюдь. Есть трудные, со своими тараканами. Если мы их стравливать начнём, каждый день ЧП будет. Кто-то не выдержит и убежит. А то и того хуже. Ну, согласись. Так точно? Ну, ты меня услышал. Уж этот Логинов. Магазины примкнуть. Оружие поднять. Предохранители снять. Перезарядить. Оружие на плечи. К бою! Я от родителей ещё ни разу так не увяжал. Я так скучаю по ним. Тут ещё эта обстановка. К бою! Знаешь, где там та ещё дыра. Зато там и учат жить в коллективе и понимать людей. Богатенькие семье научили его презирать всех хлопов. У меня тоже богатая семья, но меня этому не учили. Оружие забрать! Бегом марш! Налево! Бегом марш! Итак, ребят. Одно из финальных заданий квеста маршировать под строевую песню. Есть какие-то предложения по строевой песне? Давайте прощание славянке. Не. Нужно что-нибудь повеселее. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей! Серьёзно? И как мы под это будем маршировать? Как-как? Вальсом. Лучше бы фараона спели. Его все знают. Это вообще обязательно? Маршировать и петь. Если так хочется это сделать, то можно и под запись помаршировать. Слушай, прикол. Ты вообще зачем сюда приехал? Это лагерь с тематикой спецназ. Со всеми утекающими. Я-то не сюда приехал. Меня сюда отец отправил. А вы что смотрите? Как будто вам все тут так нравится. Да, нравится. Вы просто нигде не были больше. Всем привет. Сидите, сидите, сидите. Нас дружеская беседа. То есть ты оцениваешь людей по тому, где они побывали? Не именно по этому. Еще образование. Я с тобой согласен. Образование очень важно. Ну, сколько мы знаем по истории подонков, которые уничтожили миллионов людей, и у них было прекрасное образование. Практически все люди, развязавшие войны, имели очень хорошее образование. Ну, тогда спорт, достижения в спорте. Врачи, ученые, которые создали лекарства, помогающие людям, не все были выдающимися спортсменами. Но не только это, еще успех в общем. Успех. Да, успех. Ну, смотря что понимать под успехом. Вот смотри, твои родители, да? У них есть возможность отправить тебя, куда ты хочешь, нанять любых учителей, купить тебе все, что ты хочешь. Но это же не твой успех. И даже не твой. Успех родителей, это успех родителей. Вы к нему не имеете никакого отношения. Я вообще считаю, что успех это личное достижение. И достижение должно служить людям, помогать. Успех без помощи другим, и это бессмысленно. Зачем тогда нужны соревнования, в которых главный приз – это кубок или медаль? Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Зачем? Смысл соревнований не в призах, не в первом месте, не в грамоте, а смысл в том, чтобы быть лучше, чем ты был. В самосовершенствовании. Тогда зачем соревноваться, если можно тренироваться для себя? Можно? Да, можно, но когда ты соревнуешься, в тебе раскрываются какие-то внутренние силы, внутренние резервы. Ты тянешься к новым достижениям через преодоление. Ну вот смотри, когда спортсмен занял десятое место, он пробежал дистанцию намного лучше, чем в прошлом году. И его успех так же важен, как и успех спортсмена, который занял первое место, но не улучшил свой личный результат. И вообще я считаю, что человека нужно оценивать по поступкам, по действиям, не по словам. Очень много людей, которые никогда не были, не будут, не выдающимися спортсменами, актерами, никогда не совершали героических поступков. Важно быть человеком. Важно быть нравственным, помогать обществу, помогать другим. Это сложная тема, на самом деле. Но вам, я думаю, стоит об этом подумать. ой, то не вечер, то не вечер, ой, мне малым мало спало, мне малым мало спало. узнать, как запройдывать. Эй! Что тут происходит? походу приколы темные дали. Ты как? Да пошел ты! Андрей, ты как? Нормально, спите дальше. Дам тебе совет. Лучше не жалуйся, а то хуже будет. План занятий на сегодня вы услышали. Больные есть? Если нет, дальше по распорядку. Есть. Кто выйти из строя? Ну и что у тебя болит? Голова или живот? Вот. В чем причина? Трещу даже чем вижу. Платон! Отведи его в санчасть, а я продолжу занятия. Так точно? Пойдем. И поставьте ему клизму, так чтобы... Лагерь! Становись! Товарищ директор лагерь! Товарищи курсанты, произошло ЧП. Мальчик, а ты котенка видел? Нет. Пойдем, посмотрим. Не хочу. Пойдем, все равно, посмотрим. Пропал самый юный воспитанник. Все спецслужбы задействованы в поисковой операции. Самых подготовленных курсантов прошу оказать содействие. Здравствуйте, Юр. Кто вы такие? Чего вам надо? Разделить мою группу и начать поиски. Есть. Выполняйте. Командиры отрядов ко мне на разнарядку. Слушай, я там одну бильярдную видел. Может, сгоняем, пока все кипишутся? Да, пойдем. Неплохой лазарет. Ладно. Пропал мальчик. Шесть лет. Калинин Саша. Полиция и МЧС ведут поиски. Район поисков обширный. Наш лагерь попросили помочь. Ну, я бы поучаствовал. Это вопрос твоему командиру и к врачу. Ты готов участвовать в поиске ребенка? Сказать по правде, я против твоего участия, но Антея попросила взять под собственную ответственность. А, ну мне надо вообще? Мне все равно завтра уезжать. Я же говорил. Погодите. Если ты хочешь восстановить себя в глазах остальных ребят, то это твой шанс. Почти все уже уехали, остались только мы с Игорем. Да что, конфликтовать его будет не с кем. Ладно, я согласен. Это опознавательный знак нашего поисково-спасательного отряда. В этот раз не подведи. Хотя бы для нее. Переодевайся! Приступ. Ну что, далеко не уйдут? Опять этот старый осел. Горячая. Все, больше не плачешь? Мы уже ушли от них. Все нормально. Можно передохнуть. Как вы их так раскидали? Кто вы такой? Я? Лесник. Потому что ты садовища такая. Моровею кусил и плакать. А представляешь, если бы у тебя оса укусил? А если динозавр? Представляешь, что у тебя вообще пальцев бы не было? А у тебя есть. Все, раз, два, три, замочали. Объезжал участок, слышу выстрелы. А тут весь ваш кипиш. Ну все, не страшно. Выжили. Поздравляю. Пойдем дальше. Слышь, Горыныч, нам долго еще идти-то? Десять километров, я же говорил. Не дойдешь? Я пить хочу. Это тоже. Горло все пересохло. Пить? Ну, дай крюкзак. Держи. А? О. Ты идиот. Ты идиот. Последнюю каплю воды я тебя ненавижу, идиот. Вы что, все собачитесь? Пить хотите? Да. Если вы очень хочешь пить, воду можно добывать из мочи. Фу. Дед, я мочу пить не буду. Ну ладно, если мочу не хотите, тогда можно воду попить и из реки. только сначала ее надо прокипятить. А давай погодим, погодим обо всем, под малиновый слон, мы танцуем вдвоем, так давай погодим, погодим обо всем, это лето мое, это лето мое. Прокипятить не мешало бы. Красота. Я раньше и не замечал, что на природе так красиво бывает. Смотрите. О, а это те самые бандиты. Откуда они узнали, куда мы пошли? Видать, солдопыты хорошие, по примятой траве, по сломанным веточкам, мы же их много наломали. Тогда они нас поймают, как там сбить их со следа? Вот что, ребята, надо ускоряться. Были бы здесь горы, мы ушли, а так придется вдоль реки идти. Пошли, быстрей, быстрей. все, здесь привал. Хорошее место, холмы нас закрывают, никто нас не увидит. Собираем хворост, воду будем кипятить. Андрю, в какую жизнь этот батя втянул? Понятия не имею, я сам был очень удивлен. Как думаете, этому леснику можно доверять? Я думаю, никому нельзя доверять. А ты как думаешь, мне кажется, можно? Он же нас спас. Главное, чтобы он нас не услышал. Смотри, вот это место. Дорога в лес пошла. А как мы спать будем? А что, моха тебя не устраивает? Очень мягко здесь. Если хочешь еще мягче, можешь еловых ветках нарвать. Пойдем. Уже костер готов. Проса здесь. Ну вот, на этом вы и будете спать. А сейчас давайте готовить ужин. Несите воды, у меня в рюкзаке тушенка. Я мясо сам делаю, заготавливаю. Люблю сырое мясо. Сырое, вкуснее. Какое мясо? Человечное. Молодое. Шучу. А может, не шучу. Содержай. Вкусно. Ну что, начнем с мужиков или девушку накормим? Идем. Волчиться. Девушка первая. Чего? Это твоя энергия. Угу. Съешь, убежишь от бандитов. Ну, давайте здесь уже сами, ребята. Чего руки трясутся? Расчувствовался. На, отъедай. А я спать. Спокойной ночи. Слушай, темнеет. Пора бы уже и Костик бросить. Иди, хорошая. jar. По ко мне, я iba за пещу. Спокойной ночи. ula. Продолжение следует... 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 Где уже достал этот галстук? Шею натирает. Не знаю. Как хочешь. Мне нравится. Черт. Куда они идут? Ань, это, слушай, а ты из какого города? Из того же, из которого и ты. Удивлен? Ну, так может, потом пересечемся где-нибудь. Зачем? Не знаю. Там в шахматы поиграем. Вы слышали? Это оттуда. Надо идти туда. Зачем? Вдруг это опять бандиты? По крику слышно, что там кому-то очень больно. Бандиты там оставись. Пойдемте. Плюс, может, телефон будет. Да он кричал. Понятия не имеют. Не написано на нем. Идите, проверьте. Как? Пусть? Пощупать. Да хоть палкой потыкай. Че-то мне не очень хочется. Да он спит, наверное. Мужик, ты спишь? Ну, так, наверное, спит. Видите? Без сознания. Вспоминаете, что мы проходили на медицине? Может, головой ударился? Ты где-то кровь видишь? Ну, тепловой удар тогда возможен. Может, его змея укусила? Что мне теперь его полностью раздевать, смотреть? Хотя бы ноги. Смотри. Кажется, я нашел что-то похожее на укус. Придется отсасать. Зачем яд отсасывать, если можно обоссать? Мне нечем. Я недавно ходил. Я девочка. Мне вообще неудобно. Опять все за вас делать. Ну, отойдите, хоть отвернитесь. Эй, пацан, ты чего думал? Ты вас же вроде змея укусила. Да никто меня не кусал. Ты чего кричали тогда? Ну, чего я не кончал? Спал себе спокойно. Живой. Вы кто такие? Ну, что спасло делать будем? Пещерку тут одну знаю недалеко. Там и спрячем пока. За него хороший выкуп обещают. Ха-ха-ха. Вы низки я люблю. Странную историю вы мне рассказали, детки. Бандиты, лесник, погоня какая-то. Куда вы, говорите, идете? Нас бы куда-нибудь к цивилизации. В какой цивилизации конкретно? Что, так много цивилизаций? Кто знает. А вы знаете? Да куда-нибудь нас уже отведите. У вас связь есть? Рация там, телефон. Нет, здесь нельзя телефон рации. А, отведите нас, пожалуйста, к какой-нибудь дороге. А, дорогой-то можно. Вам туда не надо, это неправильная дорога. Пойдемте за мной. Ты встал уже, что ли? Нет. Просто кто знает, куда нас еще ведет. Мы можем свалить. Мы же от всех сбежали. Да какая разница, куда нас ведет. Но все равно вариантов нет. О чем болтаем? О погоде. Быстро меняется. Да. В горах это так. Но они по такой погоде чаще прилетают. Так что надо вас отсюда уводить. Долго нам еще идти-то? Что долго, что недолго, кто знает. Я знаю. Скалу белую видишь? Ну да. Красивая, да? Класс. Пошли. Слушайте, вам не кажется, что этот мужик немного не себе? Если бы немного. Этот чувак спит на дороге, и у него фольга на кепке. Подойдите, спросите, в чем проблема. Что вы встали, малой еж? Что случилось? Слушайте, а как вам? А что вы тут делаете? Ладно. Вижу, ребята, оно нормальное. Скажу вам тайну. Ну, только дайте честное пионерское, что никому ни слова. Так точно. Вот. Место здесь особое. Связь с иными мирами. Поэтому лучше вам здесь не находиться. Пойдемте, отведу вас. Здесь самый короткий путь. Сейчас спуститесь, быстро к людям выйдете. Вы рофлите? Я туда не полезу. Это как, по веревке типа? Ага. Умеете спускаться? Я лазала. И чего труднее? Ну, значит, ты первая и пойдешь. Держи страховку. Кто следующий? Я боюсь. Я не полезу туда. Даже девчонка смогла. Значит, и мы точно сможем. Ну, что, готов? Не знаю. А я знаю. Готов. Потому что вот там бандиты, которые хотят тебя убить. А вот там девчонка, которая тебе нравится. У тебя нет права оказаться перед ней трусом. Что, готов? Держи. Стоп! Я смог! Это крик? Я не понимаю, это радость или печаль? Такое ощущение, что от боли. Но где-то там точно. Ловите рюкзак! А вы пойдете? Нет, я с вами не пойду. Я боюсь и не умею. Я только по телевизору это видел. Вам удачи! Походу, это единственный выход. Ну, пойдемте туда. Секунду. Держи. Спасибо. Хватит! Отпеките меня отсюда! Подожди. Возьми. Рука затекла. Это не наш ребенок. Я откуда знаю, я лица не видел. Да нет, это точно он, я его узнала. И что делать будем? У меня есть идея. Вы кто такие? Вы тащите в бойки. Мальчики. Зачем? Не получается. У меня тоже. Плохая была идея. Да нет, зашквар идеи. Надо проследить за ними. И выкрасиво. Пойдемте. Отпустите меня. Отпустите меня. Мне больно. Отпустите. Отпустите меня. Отпустите меня. Отпустите меня. Слышишь? Шоу какое-то. Пойдем взглянем, что за что. Сиди. Ну, привет. Сынок? Пойдемте. Опа, ну кто такие? Идеологи. Это наш пацан. Не ваш. Идеологи. Знамя иди. Знамя, скажи. Сюда, Сапова, сюда иди. Знамя иди. Опаньки. Это наши дети. Это наши дети? Нет, это наши дети. Это наши дети. Да это наши дети, я сказал. С какого-то? Я говорю, наши дети. А с какого-то? Да мало ли что. Куда бежать-то? Сюда, туда. Внимание всем, внимание всем. Я, комендант, приказываю прекратить поиски и вернуться в расположение. Повторяю, приказываю прекратить поиски и вернуть весь личный состав в расположение. Как приняли, прием. Гоген принял, идем домой. Комета приняла, мы тоже сворачиваемся. Комета, Гоген. Я понял, жду, конец связи. Ну что, настоящие герои, справились? Молодцы! Надеюсь, эти дни не прошли для вас даром, и вы чему-то научились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Убери ты уже телефон свой. Интернетом суть не будешь. Времена, ну, ничего тяжелое. Поэтому, поаккуратненько, тщательно друзей выбирай, завольняться он ничего не может. Понял? Еврошавки со всех сторон нашу сторону обложили. Президент один не вывезли. Большой уже, включай голову. Понял? Давай. Ты смотри там за ним. Здорово. Привет, ребят. Че, как ты? Здорово. Да нормально, че, как? Нормально? Слушайте, парень, я подумал, что я не могу без этой жизни больше. Че вы там в лагере сделали? Мозги чунжунули? Войную прошивку в них поставили? Ну, мы там увидели, были реальную жизнь. Без сопровождения. Вот этих вот. Так, из ваших рассказов я понял, что все были, в принципе, против вас. Надя, львать, как закладывать. Ну, а если все были против, значит, все были правы. Если все будут кричать слова Бандерия и Хай Гитлер, они ж не будут правы. Ну, вот смотри, если рыба плывет по течению, то она мертвая. Если против течения, то живая. Вот такой у тебя ответ. А при чем здесь рыба? Мы в рыбный ресторан идем? Не важно. Останься тут. Тихо. Слышишь, поет. Поет и поет. Давай потом. Она сейчас из души и польется. Я выбираю себя. И пусть горит сети пламени. Стой. Друг, ты чего? Пошли сядем. Да мы ее полгода искали. Кого? Песни? Так шазам же есть. Официантку, да мы работницу хотели поменять. Нашел, о чем заморачиваться. Мой ВООЦ целый штат. Я ухожу навсегда. От берегов твоих гавани. Алло. Да, Игорек, слушаю тебя. Мы с похитителя. Точнее, этих похит... Что? Кто посмел? Алло. Алло. Похитители увидели. Да, блин. Дуй туда, срочно! Там те бандиты с лагеря. И кагент с ними, и директор. Они, походу, заодно были. Может, ошибся? Да нет. Аня, за тобой пришли. Бежим отсюда. Ты куда, баран, ребенка моего потащил? Охрана! Успокойся. Вы что, реально так ничего и не поняли? Пошли. Знакомьтесь. Это мой папа. Папа? Это твой папа? Да ничего, что он мне весь зад отбил. Ну, не отбил. Не придумай. У нас что, знакомство с родителями? Ты что, жениться собираешься? Так он же нас хотел убить. Я в вашу черту сейчас забирачу. Ну, не убить, а напугать. Это разные вещи. Если вы заметили, что с вами всегда были рядом взрослые, поэтому всегда все оставалось под контролем. Давайте садитесь нибудь. Давай, давай, давай. Давайте. Это приказ. Ну, раз все собрались, это и был финальный квест, в котором вы оказались главные герои. Сказать по правде больших балбесов я не встречал, но запомнитесь вы мне надолго. Я считаю, что вступление к нам в юн-армию будет главным поступком в вашей жизни. И я буду рад завтра лично вручить вам билеты и вымпелки. Мы тщательно подготовили наш квест, и наша задача была, чтобы вы ни о чем не догадались. Роген, хватит меня контролировать. Это моя территория, я знаю, что делать. А кто этот ваш дровосек? Ну, который лесник? Или этот боец ММА? Как его? Дедушка. Мой любимый дедушка. И мой баба. Ну, ладно. А как он узнал, что нужно появиться именно тогда, когда нам это было особенно нужно? Подглядывал, стоял или что? А выстрел? Это и был сигнал для появления лесника. А уазик почему сломался? Или что-то все-таки пошло не по плану? А там тумблер был. Он его выключил, и машина заглохла. А вы в штаны кирпичей наложили. А что такое уазик? Это породный рыба какой-то? Да, рыба. Я тебя в следующий сезон я к себе возьму. Кус точно понравится. А комета была в курсе? Или эта мелкая, как ее там, подхалимка кометовская? Кристина ее звали. Совсем страх потеряли так обзываться? Привет, Кристина. Рад тебя видеть. Взаимно. Мик, мик, мик. Мик, 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 маус? Красивое имя. Миша я. Кристина, очень приятно. Я надеюсь, это наш следующий клиент. Ага. Так мы не герои, получается? Ну, герои, это вы маханули, конечно. Не каждый спецназовец пройдет такое действие. Ладно. Ну, теперь вы точно красавцы. Красавцы. Так, подожди. А Санек откуда знал, где мы пойдем и где мотоцикл? Или он тоже с вами? Подставной. Санек, член нашей команды. Я заранее пригнала мотоцикл и спрятала его под ветками. Саньку оставалось только в нужное время оказаться в нужном месте и проводить нас к мотоциклу. Чтоб казалось все случайно. Санек как-то плохо отыграл. Слишком быстро согласился. Я тогда еще подумал, что что-то не так. Все пошло не по плану, когда Игорь упал, и ему стало плохо. Там началась импровизация. Но то, что ты бросил мой мотоцикл, я тебе не прощу. Аквалангистки тоже были настоящие? Не-не, они настоящие. Как мы можем быть подставными? Кать, Ксюш, вы завтра здесь, на этом пляже, встречаете детей. Играйте отдыхающе. Как только они приходят, вы уходите. Ты помнишь, что делать? Да, я провоцирую парней, чтобы они забрали акваланги. Правильно. Пойдем, покажу, как вы. Вы так и не вернули нам акваланги. Это точно аквалангист? Мастер спорта по аквалангистике. Долго можешь не дышать? Из-за этого понимаешь, о чем я. Со мной давай, бегом! Максим Анатольевич! Чего стоишь? Бегом! Стоит, а! Так, малой, иди сюда. Уважаемый. Гош, не надо. Спокойно. Стопы! У кого занимался? Олег Сокторов. Кто-то, смотрю, школа похожая. А ты кто? О, скалод Джонс подтянулся. Нет, Тимур. Он лучший. Хватит! Вы и сядет-то лучше, кто хуже! Мы здесь все заодно! Андрюш, что так? Кто тебя похитил? Говори. Это не Андрей звонил, это я. Я хотел сказать то, что мы нашли похитителей, а случайно сказал то, что нас похитили. И телефон сел. Ты все знал, а ничего не сказал? Ну да, мы все знали, но это же для вашей же пользы. А что мы должны были делать? И, между прочим, в результате все очень хорошо получилось. Понятно. И похитители ребенка тоже не настоящие значат. Санек, хоть и самый юный, но тоже наш. И тоже заряжен. Где вы были столько времени? Я здесь хочу. Сейчас организму. Спасибо вам. Служу в России. Да. Да? А труп-то чей скидывали? Ты с этим трупом в бильярд играл и в палате лежал. Вы сейчас все о чем? Ау, ребят! Ребят, вы где? Ребят! Ребят, это не смешно. Ау! Ребят! Вы где? Ау! Здесь есть кто-нибудь? Ребят! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok